Виталий, для начала, как мы поняли, ваша должность в структуре, как она сейчас выглядит, существует недавно. Зачем потребовалось введение и чем вот эта модель, которая есть сейчас, принципиально отличается от того, что было раньше? Мы выделили отдел закупки и выделили стратегический маркетинг на уровень корпоративного центра для того, чтобы, скажем так, получать синергию от нашего общего бизнеса. При этом мы категорийный менеджмент оставили в сетях и на данный момент мы, конечно, больше сейчас сосредоточены на супермаркетах и гипермаркетах. Почему? Потому что я считаю, что очень важно больше думать о покупателе и как раз категорийные менеджеры должны быть сосредоточены на том, чтобы понимать, какие потребности, какие важные тренды сейчас покупателю важны, чтобы и все больше и больше его изучать, чтобы мы правильно формировали ассортимент и делали правильную цену. А историю как раз с закупками и проработку с поставщиками – это очень огромная работа, чтобы на нее можно было тоже фокусироваться. Потому что, когда это совмещается, очень часто получается, что ты не там, не там. Ты не про покупателя и не про закупку. В итоге мы сейчас движемся таким образом. И самое главное, что мы хотим, чтобы мы были в том числе с партнерами, с нашими, достаточно прозрачными, достаточно были понятны, куда мы движемся, что мы хотим. Поэтому мы сейчас достаточно много сделали внутри с точки зрения аналитики, которую мы смотрим. И мы сейчас будем делиться с производителями и с поставщиками, где находится производитель, что происходит с доходностью, что происходит с РТО. И мы будем это просто давать. Мы хотим быть прозрачными для наших партнеров. И мы считаем, что это большой плюс. И на это очень надо большое время и энергия. То есть это централизовано сейчас получается? Да, это будет централизовано. Но я считаю, что это сработает. И мы так... Если это будет командная работа. Конечно, очень важно, чтобы команда закупки и категорийный менеджер работала вместе. А как быть тогда с какими-то мелкими локальными поставщиками, которые, скажем, на одной территории работают? У нас сейчас есть команды, которые занимаются локальными. Мы пока... И они так и продолжают. Мы тоже посмотрим, как правильно вести. Потому что мы видим, что на самом деле, работая с локальными производителями, можно а, растить их, а, где-то, может быть, даже лучше с ними дорабатывать. И в итоге, может быть, их надо тоже выводить на федеральный уровень. И тогда они будут, скажем, расти вместе с нами. А подразумевается, что поставщикам будет теперь проще до вас добраться? Ну, я надеюсь, да. То есть это такое некое единое окно, вот куда пришел, и ты во все форматы, по идее, оттуда попал. Да, ну, мы сейчас, вот, монетка у нас пока, ну, они формируют, и мы это делаем с точки зрения совместно. Вот, но посмотрим, как это будет работать, и дальше уже принимаем решение, как это будет на следующем этапе происходить. Вот еще момент, который поставщиков волнует отдельно, это как сейчас будет строиться работа в плане мерчендайзинга и доступа брендов к ассортименту. То есть, вот, к пополнению, к выкладке. Какие-то варианты вы рассматриваете для себя, чтобы было проще работать в этом направлении? Мы, во-первых, мы рассчитываем, что у нас, вот если говорить про гипермаркеты, мы в последнее время, во-первых, сократили ассортимент, и достаточно много позиций, ну, у позиций появилось место. Это первое. Второе, мы сейчас, что мы заметили, что поставщики, очень часто говоря, что они посещают наши магазины мерчендайзерами, в принципе, когда мы начали снимать графики и, ну, смотреть, а что на самом деле происходит, выяснилось, что очень мало поставщиков выполняют вообще, в принципе, ну, как сказать, даже не обязательств, а просто мерчендайзеры не ходят. То есть, и в итоге получается, что, самое главное, не ходят вовремя, и второе, не ходят во все магазины. Поэтому мы в какой-то момент решили, что нам выгоднее будет договориться с агентствами, которые будут четко, мы будем понимать, во-первых, с кем, это и для производителя выгодно, потому что он понимает, с кого спрашивать, и, соответственно, мы будем покрывать все магазины. Поэтому мы эту часть перевели, вот, ну, и оставили каких-то крупных, которые действительно могут позволить себе покрывать все магазины. И мы считаем, что, конечно, самое главное для сокращения ассортимента и вот тем, скажем так, коробочной выкладкой и так далее, мы больше и сами можем уже выкладывать, собственным персоналом. А работа с агентством – это пилот или это уже на постоянность? Нет, это уже все, это постоянно. А крупные как-то вот, те, у кого вы оставили мерчендайзеров, как-то ужесточили вы правила там, слоты, приходы, под поставки и все прочее, или с ними в прицелом нет проблем? Нет, там есть работа, там должны предоставить как раз график, когда будет посещение, а дальше мы сверяем и еще и отдаем обратно поставщику, грубо говоря, был, не был мерчендайзер и, так сказать, ну, то есть, теперь все понимают вообще, что происходит с людьми, которые непосредственно в полях работают. Если говорить про ключевые пункты вашей коммерческой стратегии, что вы можете обозначить? Над чем будете работать? Вот с мерчендайзером, как я понимаю, вы так уже разобрались. Ассортимент, цена, в общем-то, все, что еще можно предположить с точки зрения, ну, дальше выстраивание всех категорий, выстраивание, закрытие всех потребностей, то есть, классика жанра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!